Скоро три года доходит. Деньги мои неизвестны где гуляют. За время ожидания квартиры в новом доме обанкротилась не только компания Фон, но и банк, в который были переведены деньги Светланы Сухотиной. Почти 2,5 миллиона рублей. Дом построят, а финансовое учреждение может забрать квартиру, ведь она в залоге переживает женщина и готовит документы в суд. В 2014 году, в сентябре, заплатила полную сумму. Мне на руки дали договор уступки, где говорилось, что квартира находится в залоге в спортбанке, и в течение трех дней мои деньги должны поступить на счет в банк. Банк снимет обременение. Сейчас и ЗАО Фон банкрот, и Банк банкрот. Сейчас в Челнахе осталось 356 обманутых дольщиков. На собрании присутствовали около 20. Им представили нового конкурсного управляющего, назначенного в арбитраже Рената Минулина. Согласно материалам суда, в реестр были включены требования на 2 миллиарда рублей. Рассказали о том, что нашли застройщиков, готовых доделать дома. Ситуация сложная, мы все равно в ней разберемся и решим проблему участников долевого строительства. У нас на сегодняшний день в 65-м комплексе три дома. 6510, 6506 и 6503. Для решения проблем данных домов, либо завершения строительства, либо предоставления квартир других домов, мы привлекаем трех инвесторов. После того, как вышел указ президента Татарстана, найти инвесторов стало проще. Он узаконил передачу земельных участков без аукциона в обмен на достройку проблемных домов. Например, до этого документа группа компании «Профи» должна была получить земли в 14-м микрорайоне. Но тогда управление УФАС опротестовало сделку. Лилия Денисова, Василий Киселев. Новости Татарстана.